Ипотеку по-прежнему можно будет погасить средствами материнского капитала. Соответствующий закон подписал президент Дмитрий Медведев. Напомним, что раньше эта мера социальной поддержки распространялась лишь на жилищные кредиты, оформленные до конца 2010-го. Возможностью расплатиться за покупку квартиры таким способом воспользовались почти 300 тысяч российских семей. Теперь эта практика будет продолжена. Слово Игоря Морозова. 2010-й год был сложным, но все равно удивительно счастливым. Волгоградка Ольга Черноморова рассказывает, что в планах у супругов числились рождение второго ребенка и покупка квартиры. И так вышло, что благодаря новорожденной Катюше семья смогла облегчить свое финансовое бремя. Часть кредита на приобретение жилья погасили материнским капиталом. Квартир мы отсмотрели большое количество. Под наши деньги все равно было что выбрать, так скажем, и по районам, и по этажам, и по всему остальному, по состоянию, безусловно. Но вот основное, это все-таки все равно основополагающим для нас был выбор конкретно по району. Это вот из-за ребенка. Ребенок не хотел менять школу ни при каком раскладе. За две недели до рождения младшей Катюши семья Черноморовых переехала в новую квартиру. За 10 лет супружества, вспоминает Ольга, были и съемные углы, а в последние три года на аренде жилья, так сказать, экономили. Жили у родственников. Таких семей, которые и хотели бы родить еще одного ребенка, да своя жилплощадь не то, что не позволяет, а попросту отсутствует, в Волгоградской области много. С 2007 года, когда начала действовать программа о выдаче материнских сертификатов, в региональный пенсионный фонд для их оформления обратились почти полсотни тысяч семей. Из них 5 тысяч направили эти средства господдержки именно на решение жилищного вопроса, то есть погашение ипотеки. Тем более, что правительство в связи с кризисом разрешило не дожидаться трехлетнего возраста ребенка и получить деньги, раньше установленного законом срока. С 2011 года новые поправки в программе. Материнский капитал теперь можно использовать и при строительстве, и при реконструкции индивидуального жилого дома. При этом владелец сертификата сначала может воспользоваться половиной суммы, причитающейся ему, и по истечении 6 месяцев, после подтверждения проведения основных работ по строительству, оставшаяся сумма будет перечислена владельцу сертификатов. Улучшение жилищных условий – это единственное направление, где можно использовать семейный капитал, не дожидаясь трехлетия ребенка. И, кстати, самое востребованное – погасить ипотеку средствами материнского сертификата желают 90% их обладателей. По словам специалистов, увеличением будущей пенсии матерей или оплатой обучения ребенка в ВУЗе заинтересовались в нашем регионе всего несколько десятков человек. Игорь Морозов, Елена Мурмилова, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба». Елена Мурмилова, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».